Не опасно туда заходить? Нет, нет, зайдите. Вот здесь вообще можно пройти. Наш дом на ремонт, на капитальный ремонт дом в 1933 году. Вы представляете, да мы разве доживем до 30? У меня сейчас 60 лет. Мужчины на заработках в больших городах, в основном в Москве или Нижнем Новгороде. Приезжают домой один-два раза в месяц. Какая уж, что семейная жизнь. В результате браки распадаются. Пив завод был, хлеб завод был, лыжная фабрика была, сколько у нас здесь, льно фабрика была, все это закрыто. Положение на рынке труда, оно стабильное. Мы с безработицей справились. Здесь работало в разное время от 2 до 5 тысяч человек. Выпускали льно-волоку, которое шло на изготовление ковров и дорог. И постепенно население с 25 тысяч сократилось до 8. Музыка. Музыка. Чтобы протопить двухкомнатную квартиру пенсионерке Тамаре Даниловой нужно 3 печки. Зима еще не наступила, а расход дров уже колоссальный. Газы не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? Вот мне надо на зиму 3 машины дров. Каждая машина стоит 5300. Моя пенсия 6 тысяч. Музыка. В России не видел много городов. Не оставили в душе таких следов. За границей пару раз я побывал. Но как тюрьевец ни разу не встречал. О вопросе, как стимулировать ровнение первого ребенка. То есть мы пока сохраняем все как бы выплаты, которые делаем в этом плане. Но понимаем, что без первого ребенка все равно мы не пойдем. Ну не будет второго и третьего. И вопреки реальности эти люди почему-то уверены. Обязательно должно случиться что-то такое, после чего жизнь вернется в маленькие вожжеские городки. И станет как прежде. А то и лучше. Музыка. Музыка.